Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые посетители клуба «Скворечня», приветствую и телезрителей, которые присоединились к нам. Напоминаю, что мы начали большой цикл, который называется «Ликвидация визуальной безграмотности». Ну, если кого-то коробит это слово, уж прям безграмотность, то будем говорить о школе квалифицированного зрителя. И сегодня я с чем уместным поговорить на тему истории зрителя, истории визуального восприятия, как это было в исторической перспективе. И начать, конечно, нужно с первобытного искусства. Но вот надо сказать, что распространенная точка зрения у современного зрителя, который оказывается в пещерах Альтамиры или сталкиваясь, как говорят, с артефактами первобытного искусства, это то, что мы имеем дело с каким-то, знаете, бородатым метром в Берете, который, значит, занимается самовыражением, а восхищенные зрители смотрят и как бы оценивают. Так вот, это в корне неверно. Никакого метра не было и, в общем-то, и зрителей-то не было. Более того, само восприятие первобытного искусства изобилует трагическими подробностями. Один из самых печальных рыцарей науки – это, конечно, Марселина Саутуола. Испанский, ну, любитель, он учитель был истории, любитель искусств, культуры и так далее, и так далее. Однажды с дочерью Марии прогуливался в районе пещеры Альтамира. Они зашли туда, по некоторым версиям она провалилась, он ее искал. И он-то, собственно, до этого был в Париже на выставке и видел какие-то образцы вот какого-то древнего искусства. И он хотел найти что-то под окна и смотрел под ноги. А Мария неожиданно закричала «Папа, смотри, быки!». Вот эта фраза вошла в историю искусства – «быки». Ну, я думаю, что это лишний раз нам говорит о том, что надо иногда смотреть и наверх. Мария увидела вот эти самые изображения знаменитых быков Альтамира. Конечно, Саутуола понял значение находки, он рисовал, пытался привлечь специалистов в эту пещеру и так далее. Но ему не поверили. Никак в голове у людей не укладывалось, что пещерный человек может изобразить, сделать такие удивительные изображения. Подумали, что это подделка. Тем более в гости к Марселину тогда приехал художник, какой-то испанский художник. Подумали, что вот они вдвоем решили публику разыграть. Ну, я как-то сам был в такой ситуации, работал в музее деревянного зодчества. Мы все, помню, искали водяную мельницу. Однажды в одной из экспедиций я нашел. Приехал восторженный молодой человек, рассказал. А мужики, прослышав, что могут ее увезти в музей, взяли да разобрали ее на дрова. И когда приехали, значит, за мельницей, выяснилось, что там вообще ничего нет. И все говорят, да и не было ничего. И мне не поверили. И я помню, ну, прямо не знал, куда и деваться-то даже. Так что, примерно, представляю, Мариста умер в 1988-м. Так и не признанный, еще в 1902-м году окончательно был признан факт существования первобытного пещерного наскального искусства. Что оно из собой представляло? Ну, вот поздний палеолит, вот это время, это удивительно реалистические изображения промысловых животных, быков по преимуществу. Подчеркиваю, удивительно реалистические, потому что потом мы все время будем говорить, похоже, не похоже. Да? Соответствуют, действительно, не соответствуют. И в этой дистанции и заключается, вообще говоря, искусство и восприятие его. Есть несколько точек зрения, может, несколько десятков, на вопрос, отвечающих на вопрос, зачем это нужно было? Вот этой полукосматой обезьяне, которая бродила тогда по долинам, так сказать, Европы, ну, это вот между нынешней Испанией и Францией. Повторяю, разное. Ну, Шиллер считал, у него была такая теория игры, что свободное время, как все высшие животные, некая игра, вот занимались такой изобразительной деятельностью. Сейчас всерьез, конечно, никто. Наиболее оригинальная точка зрения, наверное, высказал Террес Маккена, такой известный визионер, который утверждал, что первобытный человек, расширяя свою кормовую базу, однажды наткнулся на психоактивное растение. И вообще, по его мнению, это привело к зарождению цивилизации, к освобождению сознания от непосредственного добывания пищи к взрыву сознания, как он пишет, к появлению нечто похожее на сновидение, которое вырвали человека из такой животной его среды. Но он говорил еще о том, что когда вы употребляете вот эти психоактивные грибы, ну, на грибах он писал, что первобытный человек следовал за крупными рогатами, а там в навозе как раз вот эти психоактивные грибы он начал употреблять. Он писал о периферийном зрении, которое увеличивало возможность охоты, там, т-т-т, и так далее, и так далее. Никто всерьез, не знаю, по каким причинам, эту точку зрения сейчас не принимает. Наверное, близко к истине, все-таки ответ простой, ну, относительно. То есть какая-то магико-религиозная необходимость. Необходимость воздействовать на действительность, на того быка, который попадется, а то ли нет. То есть его изображение подвергалось разного рода молитвам, каким-то религиозным воздействиям. Многие из них истыканы копьями. То есть какая-то, знаете, вот имитация охоты. Это не вторая действительность, это некое, ну, как бы не удвоение действительности, а создание такой действительности, в которой человек может управить, который, ну, позволяет ему остаться в живых, например. Многие, наскальные рисунки их, многие сотни и сотни, от Южного Урала до, я не знаю, там, до Шотландии. Они, так сказать, располагаются в труднодоступных местах, в пещерах, в которых очень трудно добраться. То есть в темноте. То есть, вы представляете, это же надо, ну, с факелом намешать охру, найти эту охру, да? И вот попытаться, и черную, и так далее, попытаться вот и сделать такое изображение. Удивительно точное. Вот откуда 40 тысяч лет назад, ну, этим Альцамире 9-11 тысяч лет назад, как выскочило вот это вот умение, умение изображать? На этот вопрос мы чуть позднее ответим. Но нам-то надо еще понять, ну, вообще истоки изобразительной деятельности. Это так называемые макароны. Вообще, вот такие движения человека по изобразительной деятельности, другого слова не скажешь, зафиксированы, начиная где-то примерно с 500 тысяч лет назад. Первые куски какой-то краски, какие-то линии, какие-то пятна. Наверное, правы те исследователи, которые говорят о первых толчках, пытаются догадаться. Вот как возникло изображение. То есть, это может быть тень на ровной поверхности, да? Представляете, в сознании первобытного человека тень движущаяся, да? Вот так и хочется обвести контур, как это в Древней Греции такая легенда. Или какая-то, знаете, ну, продавленная след от ноги. Помните, как Робинзон Крузо, как бы ошалевший, стоял на песке, когда увидел отпечаток ноги. Ну, наверное, все-таки, наверное, нас сильно интересует. А вот интересуют вот эти макароны, вот эти движения человека по влажной глине, которые дошли до нас. Есть у меня один знакомый, такой пожилой человек, он рассказывал, что его выгнали из школы. За одну простую вещь, покрасили стенку, а он шел вдоль нее, и у него после войны была такая специальная зажигалка, знаете, из гильзы сделанная. И он этим зубчиком линию вот ведет, говорит, зачем я это делал, я не понимаю. Дошел до конца, до заведующего учебной частью, его вышибли сразу из школы за это. Зачем он это делал? Зачем вот эту линию нужно было обязательно? Да ладно, линию. Вот известь распространеннейшие отпечатки рук. Я сам видел в подъездах, иногда, зачем-то люди мажут известку и делают свои отпечатки. Попытки объяснить это тем, что там пальца нет, что там, допустим, это некие социальные, что вот он пострадал там за племя, без пальца, не выдерживают критики. Потому что это обычные отпечатки рук. Какая-то, вы знаете, ну что ли, момент присутствия. Я здесь был. Зачем люди сейчас пишут с идиотской тщательностью около пирамид или там где-то. Здесь был Вася, здесь был Петя. Нижний Тагил, 77-й год. Зачем? Ну вот какое-то побуждение, какое-то побуждение к такой изобразительной деятельности, наверное, мы можем отметить. А вот это теория натурального макета. У нас Столлер такой ученый, он, значит, ее отстаивает. То есть в нескольких пещерах обнаружены вот такие наплывы. Наплывы, может быть, жидкой глины, может быть, даже из твердого какого-то материала, которые небольшим, так сказать, ну движением можно превратить, вот, так сказать, в объемное изображение быка. Считают, что их накрывали шкурой того же быка или медведя, вот он медведя нашел. И может быть, это была тренировка, может быть, это было действительно вот такое объемное создание какого-то вот этого. Но все-таки, мне кажется, здесь магическая вот эта попытка воздействовать на действительность преобладала перед всеми. И еще, конечно, очень важно, это теория эгоистического гена. Вот Докинза, она сейчас, конечно, занимает в мах все больше и больше места. В чем там дело? Докинз доказывает, что единственная наша с вами задача – это передать дальше свой ген. Вот так природа нам повелела. И это самая, ну, как бы сказать, наша обязательная задача. Вот в моем возрасте я, скажем, уже природе не нужен. Я свое дело сделал, у меня потихонечку идти, так сказать, куда-то там, за облачные дали. Но пока еще есть у меня репродуктивная функция, вот тут я природе нужен для того, чтобы передать свой ген. И, вы знаете, вот эта теория полового привлечения партнера, мне кажется, она имеет большое место, ну, как бы, для существования. Дарвин с удивлением вспоминает, что когда на Бигле, он, значит, вот огненная земля, и он видит индейцев, шокирующее для европейца зрелище. То есть идет снег, они совершенно обнажены. Да, как он пишет, снег тает, женщина держит ребенка на руках, снег тает у нее на плечах, а они совершенно этого не замечают. И он из какого-то инстинктивного просто дарит одному индейцу кусок красного сукна, большую пачку такую. И к его удивлению, он в это сукно не заворачивается, не пытается кого-то закрыть. Он режет его на кусочки и украшает себе прическу. И своей, значит, спутнице тоже дарит кусочек, чтобы она себя... И Дарвин пишет, что он никогда не видел, вернее, он встречал совершенно обнаженных людей в своем путешествии, всяких разных, но он никогда не видел людей без украшений. Никогда он не видел людей без перышка воткнутого, спутанные волосы, или какие-нибудь там клыки и все прочее, которые сейчас в бусы перешли. Об этом мы тоже поговорим, об эволюции. То есть то, что охотник древний клыки себе на шею вешал, нынешняя дама в бусах, так сказать, и не подозревая, и не вспоминая. Значит, вот это очень важно. Украшения. Павлин, фазан. Вот Андрей мне расскажет очень много, наверное, и вам о том, какие вещи, бывает, мешают животному, большие рогатому оленя по лесу не пройти, но которые способствуют привлечению партнера. Готов человек, Бог знает, как говорится, ну я не знаю, вот разве можно иметь успех рядом с военным? Невозможно. Почему? Не потому, что он красивый и здоровенный, а потому, что он устрашающий. Он страшен для врага, для противника. И тем приятен женщине. Вот ведь какая история. Я тут в скобках замечу, что в это же время появилось вот наше понятие о красоте. Вот это очень важно. Когда первобытный охотник взвешивал копье и понимал, что если оно туда и сюда не перевешивает, оно лучше летит, начинает возникать впечатление. И в наше базовое симметрия, пропорция. Заостренное, значит, хорошее, заострить вопрос. Высокий человек, он априори лучше низкого, потому что высокие истины есть низкие, а на самом деле он просто выше, грандиозней, там и так далее. Цвет красное, значит, красивое, потому что красное, это вообще говоря, ну как бы кровь, это огонь, а черное, это уже уголь остывший. И это по определению отрицательный цвет. Хотя, как ни странно, ну вот этнологи замечают, что, допустим, в Китае белый это символ траура, символ смерти. А в Европе белый это наряд невесты. Ну, об этом мы еще будем, конечно, говорить. И о цвете мифа, и о том. Но нам бы надо запомнить, что именно с той эпохи идут наши понимания красоты формы. Красоты формы. И всякий художник, нарушающий симметрию, ритм, он должен это пояснить. Потому что весь наш организм будет сопротивляться такому подходу к форме. Значит, ну, еще о происхождении искусства. Вот австралийская такая наскальная, наскальный рисунок, в котором мы видим охотника, который одел на себя костюм, условно, страуса, да? И подбирается к стаду. То есть, вот эта маска, и мы тоже много будем о маске говорить, это как бы, ну, может быть, это возникновение какого-то прототеатра. А если мы говорим о возникнении прото-музыки, то вот музыка – это вообще особое ведь дело, ритмичная музыка. Тот же Дарвин, или уж я не помню, кто вспоминает, что, допустим, удачная охота, нет, не он, бушмены, удачная охота, все наелись так, что не могли, и пузо, и так далее. И все-таки одна женщина племени встает и начинает танцевать. И все племя к ней присоединяется. И в этом ритме рождается, как пишет этот исследователь, совершенно особое словами неухватываемое чувство единения коллектива. Да вы сходите на нынешние танцы. Мы как-то сверху снимали танцы. Это действительно биомасса. Вот такая. Совершенно нет. Никакого индивидуального нет. Вот сверху если. Я сразу вспомнил вот этих бушменов, которые тоже танцевали, как бы, бог знает, какие вещи у нас появляются, когда мы, ну вот ритм, да? Ведь когда мы ритмично делаем какую-то работу, любую, это очень хорошо. И ритм положительное качество. А ритмия отрицательная. И сердце у нас бьется ритмично. И, кстати, говорят, что многие, вот первобытные это всякие вещи, они связаны с ощущением и пониманием собственного тела. Как оно выглядит. Как бьется сердце. Как не случайно, да, печень там и все прочее. Ну, чтобы не отвлекаться дальше. Вот такие изображения, изображения альтамирских быков. Или вот лошадь. И здесь мы видим странную вещь. Здесь мы видим какой-то символический элемент. Вот этот. То ли это загородка, то ли это какая-то, ну, на трезубице или какое-то охотничье не похоже. Но вот это, летящие стрелы. Или что-то в этом роде. То есть, вы понимаете, изображение быка. Потом появляется присутствие человека, приметы человека. Это еще, это уже один шаг к картине. Это уже как бы отказ, быть может, немного от религиозного. Это уже изображение, а не выражение. И вот если мы дальше, вот этот скачок означал появление искусства. Когда человек оказывался внутри картины. То есть, так мы быка нарисовали, воздействуем, молим, чтобы он попался, чтобы у него дети были и так далее. Но когда это кто-то делает за нас, когда ты сам себя вставляешь вот в это вот изображение, получается, что это уже не совсем магия. Это уже картина. Изображение, пускай человек там охотится, пускай он молится, и пускай он там все и делает. А я уже художник. Я смотрю со стороны. И мне, я в силах изменить эту ситуацию и так далее. Но вот это уже как считают. Теперь красота. Вот красота. Сосуд это, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Квалифицированному зрителю размышлять о красоте надо постоянно. Что это такое? Ложная красота. Красивость. Вот язык же это уловил. Вот что такое красавчик? Ну, красавчик это что-то такое, знаете, не особо интересное. Да? Ругаются так. Ну, ты красавчик. А вот красава. А красава это что-то восторженное. Ну, красава там, да, Тагил рулит. Красивый. Мне кажется, все-таки вот и в народной вообще традиции имеет отношение к внешней форме. Как только содержание начинает не соответствовать вот этой форме, возникает красавчик. Может быть, я ошибаюсь, но когда вы подходите к пейзажу или смотрите фотографии, вот сейчас в интернете очень много, и они, очевидно, красивые. Вот тут деваться некуда. Ну, красивые. И вот, как вот Шишкин такой есть, акварелист, да? Или этот, как Академия-то его, ну, как бы неважно. Но будьте внимательны, будьте осторожны. Потому что вот-вот вы увидите прием. Вот-вот вы увидите, на, так сказать, то, что вас просто берут на удочку вот этой внешней красоты, ничего не предлагая, ну, как бы изнутри. А если таких изображений много, а если их сотни, вас тошнит уже на втором десятке вот от такой-то красоты. Так что красиво, ну, я не знаю, но, повторяю, первобытный художник и не думал, и не было такого понимания. Но ведь это тоже не случайно. Как это совпало? Ну, вот еще, так сказать, такое. Понятно, Велиндорская Венера знаменитая, да? Понятно, что культ плодородия. Вообще, первобытные культуры, у них есть несколько таких, знаете, страшных вещей. Это мир мертвых и мир воспроизводства, мир на, так сказать, когда вот, ну, рождение, будем говорить, новой жизни, да? И здесь, конечно, очевидно, молились ли, или это просто изображение, что-то связанное с родовой какой-то вещью, но вся, так сказать, все направлено на порождение, на продолжение рода. Назвать красивой эту женщину нельзя, но я представлюсь каким негодованием, какой-нибудь первобытный старшина вышиб бы из своей стаи хоть Софи Лорен, хоть там, я не знаю, кого угодно. По одной простой причине. Не можешь, не берись. А вот это уже красота. Они примерно по времени-то одинаковые, поэтому мы не будем говорить, что где-то возникло, потом развивалось, может, по очагам, может, как угодно, но здесь головы нет, вернее, она есть, и даже прическа есть, если это прическа, потому что мы понимаем, как возникла косметика. Косметика. То есть она ведь возникла, почему? Потому что, ну, сейчас доказали, что покрывая краской красной свое тело, избавляешься от укусов москитов. Они как тут не особо кусаются-то из-за этого. Или в южных странах, конечно, зеленым веки от солнца, чтобы не сгорели глаза. И так далее. То есть происхождение всех вот этих украшений все-таки имеют утилитарную природу. А может, я ошибаюсь, а может, сразу параллельно вот привлечение полового партнера. Но во всяком случае здесь, ну, вряд ли это все-таки причем. А здесь появилось лицо. Человеческое лицо. Вряд ли оно имеет какое-то, ну, знаете, религиозно-магическое это значение. Это просто изображение, девушки, женщины, весьма характерное. Видите, запавшие какие глаза. Ну, вот примерно так реконструируют изображение человека первобытного. Уж мы будем обобщать. Значит, допустим, оживелье, да? Пёрышки. Вот здесь тоже есть понятие, знаете, пиро красиво, легко, пушисто. Серьги. Вот вы говорите пирсинг. Что такое пирсинг? Вообще, древний пирсинг – это защита отверстий тела. Вообще, отверстие в мифологии – это сложная такая вещь. Вот начиная от окна. Ну, хорошо, дверь. Вот мы до сих пор не здороваемся через порог, да? Вот дожило до нашего времени, как мы казалось бы. Потому что дверь – это как раз граница между освоенным своим домашним пространством и враждебным внешним. И человек, который протягивает руку через порог, как бы протыкает это пространство, нарушает эту связь. И через порог лучше не здороваться. Так же и окно. Если птица в окно залетит, это к смерти хозяина. В хорошем фильме «Большая перемена» Леднев залезает через окошко, вызывает негодование. Ну, залез из-за какараиц. Нет, вот что-то внутреннее сопротивляется. Нельзя через окно. Как его там звали? Степан, как ты или Степаныч? Или «Выйдите, зайдите через дверь». И так далее. То есть отверстие надо защищать. Хоть уж ты, хоть какие угодно. И поэтому нынешний пирсинг каким-то образом, вот он около пупка, там, да? Здесь губы, нос, да? То есть каким-то образом вот как-то вот это возникает. Вот такое воспоминание. Ну, вот, пожалуйста, вам образцы причесок. Вот казалось бы, да? Ну, выживать надо. Там, ну, а вот, нет. Вот считается, что у первобытного человека около полугода он проводил в праздности. Выходных было много. И поэтому я для себя считаю, что чем больше выходных в стране, тем мы ближе к первобытному обществу. А зачем нужно, вот посчитайте, сколько у нас выходных. Зачем нужно было выходные? Чтобы соблюсти вот эти все нормы взаимоотношения с внешним миром. Отпраздновать День танкиста и собаки. Отпраздновать, значит, там, ну что еще мы празднуем? Много чего празднуем. И тогда надо было праздновать. Потому что иначе ты выпадал из этого. И вот, и все-таки улучшали момент и сделать такую. Да вот, опять же, Дару, я просто недавно полистал вот это путешествие. Бигль, он там вспоминает про одного огнеземельца, который был ростом выше всех остальных. И когда европейцы, значит, ну как, знакомились, то он все время подходил, показывал, какой он высокий, какой он красивый. Вставал рядом со своими суплеменниками, показывал, что-то не по плечу, дескать, а я-то там. То есть такое вот наивное, может быть, немного, но вот такие красавцы, например. Ну как устоять перед таким вот удивительно разукрашенным человеком? Или вот, ну повторяю, все-таки я предпочитаю отложить разговор о цветах в тему колорит, о психофизиологическом воздействии цветов на наш организм. Но я думаю, что вы все красно помните телефонные будки и прекрасно помните, почему их красили в красный цвет. Что даже самая словоохотливая женщина выскакивала через 3 минуты из такой будки не в силах находиться вот в таком энергичном цветовом сочетании. Но футуристы называли сочетание красного и синего. Удар кулака, тюрьмы, понятно, почему в синий цвет красят. Что и так там тревожно. Ну-ка в красный выкраси-ка камеру. Там будет черти что творится. И так далее. Поэтому мы сейчас, конечно, можем сказать, что все не случайно. Белые и точки, и именно эти зоны. Здесь можно было раскраской показать, из какого ты племени. Насколько ты настроена замуж или нет. Не вестишься ты или нет. Но нас это интересует, когда возникла красота. Вот ни с чем не связанное, кроме как красиво. И давайте вот этим сейчас немного и займемся. Татуировка. Татуировка – древнейший способ угрожения тела, конечно. Помните, у Жульверна там где же в 50-летнем капитане, да, поймали там этого профессора-то. Ну и как бы он все стеснялся, а его, оказывается, татуировкой покрыли. Но это было как признак, ну, как бы, уважения большого. Это вот татуировки, так называемые, вот на зоне, да. Вот тоже квалифицированный зритель, он не имеет права проходить мимо каких-то вот визуальных явлений. Зона – это субкультура. И все, что в ней происходит, это тоже нам может пригодиться для визуального восприятия мира, правильного. Во всяком случае, Лихачев, когда он сидел на Соловках, он 4 года там провел, он написал очень интересную статью о поведении людей, заключенных в тюрьме. О институте кентовки, о том, как, значит, вот Пахан, допустим, когда пытаются бороться с тем, что в камере Пахан его отселяют, моментально возникает Пахан. То есть он пишет, что сообщество мужчин, заключенное в какие-то стесные рамки, воспроизводит первобытное общество. Его можно наблюдать. Его можно наблюдать. Не надо ехать кандаманцам или на Амазонку, сядьте в тюрьму на полгода, и вы окажетесь, ну, конечно, и вы окажетесь в обстановке первобытного племени во многом. И татуировка, конечно. А вот это уже портачка. Вот написано под глазами, у человека полная любви. Глаза. Такая странная, вообще немного признания. Но вы знаете ведь, вот если татуировка – это система знаков, то всякое нарушение этой системы называется портачка, и ты можешь пострадать. Но это-то видно в авторитете. Вряд ли. Но если вы, оказавшись впервые в тюрьме, делаете себе погоны или звезды на коленях, то ваше дело плохо. Вы перешли в генералы, еще не будучи рядовым. Это как генерал может одеться в рядовое, но рядовой не может одеться в генеральское. Система знаков, которую нельзя нарушать. Вот видите, погоны и все на свете. Я как-то пытался найти все-таки художественный смысл татуировки. Бесполезно, не обнаружил. Даже вот в таких западных сообществах. Это все-таки просто система знаков. Иногда, ну и дикая совершенно. Ну вот это современное тату. Конечно, оно ближе к какому-то живописи на теле и боди-арту и все прочее. Но у меня возникает вот отторжение. Все-таки отторжение от такого рода изобразительной деятельности. Хотя, может быть, формально это любопытно. Но вот единственное, что может быть, с чем можно согласиться, быть может даже, да, что наш вот любимый образ ежика, кто-то, значит, себе. Или вот такая, поцелуй такой какой-то. Она формально любопытнее, чем вот геометрический. Или вот, допустим, какой-то смайлик. То есть, если ваши подопечные или дети захотят сделать тату, ну, пускай они набьют себе хоть вот такой смайлик, который, ну, никак их в старости нет. Вот, давайте на этом сейчас мы закончим. Продолжим в следующий раз. Вот посмотрите, на что идут люди. Так называемые рубцы. Это когда в рану загоняется какой-то, ну, или нарывающий предмет, или просто даже глина, и потом это заживает, и зато вот такая красота появляется у, значит, юных девушек первобытного племени. А спасибо вам за внимание. В следующий раз мы продолжим нашу тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова